Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем нашу зенгардскую кампанию и сейчас 45-й месяц. За неимением другого выбора я решил своей малочисленной армией, ну как малочисленной, в принципе, неплохой армией, в составе которой много элиты и много сильных лучников, но немного воинов, которых я решил бы столкнуть лбами с хорошим гарнизоном дол Амрата, все-таки отправить на осаду этого поселения. Но сюда идет подкрепление, на него я искренне надеюсь. Еще, почему я принял такое быстрое решение, потому что Гондар отвел все свои силы от этого участка и, думаю, другого шанса у меня может и не представиться. Если он и представится, то очень не скоро. Мой дипломат отправился к нашим союзникам, диким племенам Дунланда, для того, чтобы заключить сделку о продаже Южного Тарбада. Аргонт. Также мы осадили Саруманом Аргонт и попытаемся его взять. Эта крепость поможет нам держать оборону против высших эльфов и послужить ступенькой, используя которую мы сможем продолжать наши атаки на Эриадор. Хотя мы можем действовать хитро и, к примеру, захватывать поселения, продавать их. Захватывать, продавать. Для того, чтобы восстанавливать и укреплять города в нашей империи, повышая уровень здешних построек, улучшая торговлю, прирост золота и многие другие показатели. Одним словом, действовать на благо нашей империи всяческими путями. А у зла этих способов и путей гораздо больше, чем у добра. Что ж, передаем ход и будем надеяться, что нас гарнизон Дуламрата не выйдет за стены. И не случится чего-нибудь страшного за это время. Следующий, о ком мы будем говорить из Истари, будет наш великий предводитель Саруман. Саруман Белый. Или Курунир Лан на Синдарине. Эльфы Лориена предложили перемирие. Платите нам дань 550 золотых за ход, 9 ходов. Означает ли их перемирие, что они не хотят войны с нами? Или это просто предложение, от которого сложно отказаться? Типа, хотите мира? Платите. Нет, сразу нападаем. Вот как нужно нам расшифровать это все дело. Давайте сделаем контрпредложение. Торговый договор. И выплату в 10 тысяч. Очень щедрое предложение. Тогда выплату в тысячу. Это взаимовыгодное. Твердый отказ. Не хотите? Идите нафиг тогда. Будем воевать. Хотя у меня совершенно нет армии, которая бы отправилась туда и отбивала атаки. Эуч! Гондор выходит за стены. Нет! Вы только представьте. Вся эта мощь сейчас... ...обрушится на нас. Жесть. Кавалерии. Нет. Лучников много. Ну что ж, давайте попробуем затащить. Затащить! Где эта кнопка, которую можно нажать, чтобы затащить такое? Эх! Да они же нас просто... Эх! Да они же нас просто... И работаем, 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 работаем в этом направлении. И, наверное, вперед. Бросаемся на кавалерию. Хорошо, что они раздельно. Все там пока ничего не успели предпринять. Ни о чем не успели одуматься. Копейщиков тоже. Пока они будут следовать всеми своими силами с площадей, отовсюду сбегаться, зажимаем, обстреливаем, уничтожаем. Лучники дол Амрота показались. Дол Амрота, точнее. Так, объединяем, зарежем их на подходе. Вперед! Резать, крошить, убивать. Погиб вражеский полководец. Морали ноль должно быть. Кто там у нас? Я уже заранее, так сказать. Поближе сюда и вперед, вперед, вперед. Со всех сторон врага обходим. Еще лучники выползают. Остановить их прибытие самое главное. А потом со всех сторон закидать стрелами. И пусть они бегут. Если хотя бы один отряд заставить бежать, это будет смятка просто. Смятка, которая поможет нам затащить сражение. Есть, все. Смятку мы гарантировали. Наши лучники будут с ними работать. В принципе, можно даже особо не спешить. Пока у них тут смятка. Даже можно отвести части. Элитку выставить. Что такое? Что за разброс? Побыстрее уйдем отсюда. Не терять дабы своих. И вперед. Закидываем врага. Стрелами, стрелами, стрелами. Пока у них тут суматоха. 3 на 15 процентов. Это неплохо. Копейщиков можно было бы приберечь до кавалерии, но у нас пока нет времени. Главное сейчас забрасываем. Забрасываем бегущих. Разбегут, отступаем. Ждем новую партию. Пусть стрелы настигают их. Тут им бежать некуда. 17 процентов. 50 процентов. Если уничтожим, значит победа наша. Правда, потом очень тяжело будет затащить, учитывая, что сейчас мы истребляем самых слабейших. Слабейших это вражеские лучники. И сразу разворачиваем. Подготавливаем охотников. Можно попробовать покусать варгами. Правда, они тут же ведут ополчение. Нет, 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 нет. Стоять. Ух ты, какой прорыв. Ауч. Пикинеры. Так, варги разбираются. Сразу отводим сильнейших наших лучников. Понятно, легко не будет. В принципе, против пикинеров можно отправить кого-то еще. Сейчас стрелки эту массу будут дрань закидывать. 4 на 22. Ну и лучникам, которые только подошли, выставляем атаку пикинеров. И попробуем их переправить в тяжелую пехотку на всякий случай. Так, затащили этот отрядец. Супер. Кто это тут? Оболчение. 25% есть. Развернем. Можно даже чуть-чуть отойти. Пикинеры бегут. Все. Разворачиваем лучников. Вдогонку пикинерам бросаем варгов. Добить. Супер. Копейщики готовы принимать на себя разведчиков. О, новая партия. Надо обращать ребят в бегство. Готовы зажимать. О, тут уже пикинеры дол Амрата. Назад, 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 назад. Наше дело обратить врага в бегство. Подводят они новые и новые отряды. 36%. Кто у нас дерется? Отводим элиту. Отводим и этих ребят. Отводим. Все. Тут бегство. Можно накрывать лучниками. Эти остатки. Хотя, хотя, копейщика, в принципе, можно оставить на сдерживание. Все-таки они прут и прут, прут и прут. Ох, и лучникам сейчас тут, конечно же, раздолье. Куда не атакую, везде стрела попадает в кого-то. Развернуть. 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 45% достигаем искомой цифры. Очень хорошо, что мы смогли заставить передовые отряды бежать. В результате суматоха возле врат нарастает. И у противника меньше и меньше шансов. У нас еще стрелы есть. В принципе, забросать основную массу мы можем ими мораль снизить. Можно даже перейти на огненные стрелы, чтобы вообще подбить вражескую мораль. Время-то у нас есть у наших отрядов выпускать. Снага будут накрывать убийственными стрелами. Есть такой раз. Обстрел. 53%. Ну, я не против, конечно, 75% армии врага уничтожить, прежде чем войду на территорию этой крепости. Полетели наши огненные стрелы. Ну, это просто приятно смотреть. Как горит враг. Наши копейщики не дают им двинуться. Вон там показались пикинеры. Бравые отряды вражеских пикинеров. Но, в принципе, это все, что враг сюда привел. 49 копейщиков осталось. Держитесь. Снага свою работу выполнить. Назад, назад, назад. Куда вы? Я знаю, вам хочется ринуться в бой. Но сначала пусть всю работу сделают копейщики. Снага, в принципе, пусть стоят. Пусть наводят страх на противника. Итак, 17 на 57. Все. Враг начинает выходить за границы. Соответственно, давайте давить противника со всех сторон. Ждем. Ждем. О! Если удастся всех всю эту толпень обратить в бегство, то мы сейчас фрагов нарубим. 65 процентов. Есть. Бегут. Все бегут. Дабы не стрелять по своим. Ну, не все там на площади у них еще остались отряды. Сейчас посмотрим. 71 процент. 2, 3, 4. Я в эту толпу не хочу заглядывать. Мне кажется, если я сейчас туда загляну, какая там давка и уничтожение, то у меня просто компьютер сорвется. Стесним. Ломим. Они все пытаются убежать. А мы их кусаем, кусаем и кусаем. 83 процента. Где-то 15-20 процентов мы съели только в этой ломке и давке. Конечно же, они еще будут противостоять нам на площади. Но если мы вырежем всех. Вот лучники обратно возвращаются. Отправляем дальше. И вперед. Не останавливаемся. Создают нам лучники опасную препону нашим варгам. Но опять же сломлены. Стражники долб Амрата остановились. В принципе, все остановились. Итак, наших лучников на стены. По максимуму быстро будут поливать врага сверху. Варгов вообще стоило бы отвезти. И отправить бороться. И отправить бороться. Отряды наших солдат. А дабы ребят загнать. Обойти точнее. То есть, много сюда же отправим. Тут вот будет поожесточение сражения. Все-таки их 13% осталось. А это немалое число. Это мечники вам. Хоть их мораль и неустойчива. Но они будут стоять. Долл Амрат выбрал свою судьбу. Решил пасть быстро. Я ему мешать в этом не буду. Ой-ой-ой, наш Лурц в первых рядах. Ты мне смотри, еще и не погиб. Погибни. Бегут в панике. Сражаются. Поражение практически неизбежно. Надавим. Надавим на врага. Сейчас обойдем. Это давление увеличится в разы. Что тут вы стоите? Вы приказы выполняете? На стены. Или вы видите, что приказы не актуальны? 10% осталось у противника. Так, сталкиваемся с разведчиками. И опять они обращаются в бегство. Не успевая подходить. В принципе, вторгаться на площадь не стоит. Аж прям в наглую. О, какие-то маневры обхода у них. Да и вроде армия у них еще какие-то есть. Кто-то тут бегает. Ополчение куда? С какой целью? Кто такие? Лучники почему медленно выполняют приказы? У них тут просто постоянная смена войск. 2%. Ох, опыта мы на этом гарнизоне набьем. Ну же, ну же, ну же, ну же. Быстрее, 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 быстрее. И давайте огонь по ополчению. Все открывать. 94,6% у врага осталось. Командиры пытаются остановить бегущих. Но они видят, что фактически находятся в меньшинстве. Подтягивают на площадь остатки лучников. Рассчитывают обойти нам в спину, ударить своим ополчением. Но тут аж 6 полководцев у Рукхай. Все они голодны и готовы съесть этих беззащитных людей. Вступили на площадь. И теперь площади осталось каких-то считанных 3 минутки. Ну же, не стоим. Продолжаем свой ход. Особой возможности больше нет. Тут враги будут стоять до последнего. На центр площади. Какой-то безнадежный обстрел идет. А если замочить так, в рукопашке. Лучники-то у меня на это способны. 4% врага остаются. Я так понимаю, вот эти вот бегинеры. Ага, вот еще жалкие остатки бегают. Правда, вот тут вот отряд, группка поболее. Но я думаю, мы еще и успеем зайти в спину и потом эту группку встретить. Хотя нет, важнее ее встречать уже сразу, если они обратятся в бегство. То не успеют добежать до площади. Вы сюда. Вы атакуете, доедаете пикинеров. Ну, все-все-все на площадь. Погнали. Ну, то ударьте. Чтобы не догонять обстрелом по ним. Завершить битву. 389 потери с нашей стороны. Почти 3000 потери со стороны врага. Сколько они готовы будут заплатить? Я все приму. 225, 217, 181. Неплохие счеты. Итак, Саруман. Известен как Саруман Белый. Курунир Ланна Синдорини. Один из сильнейших магов Ордена Истари. Глава Белого Совета. После прибытия в Средиземье стал известен среди эльфов как Курунир. На языках людей севера Саруман. В Валенаре его называли Курума. Впоследствии он противопоставил себя Ордену. Само провозгласил себя как Саруман Радужный. Ограбить, награбить 6000, уничтожить 2200. Вот такое искушение. Но сможем ли мы удержать Дол Амрад? Если мы его не удержим, это будет беда. 6826. Награбить. Давайте награбим. Искусился. Все-таки Маурук Хай. А это Дол Амрад? Это что-то же должно значить. И Дол Амрад взят. Кстати, я очень ошибся с заданием. Задание было взять Мина Стирит. Везти свой флот туда. Сейчас это будет самоубийство. Лагерь разграблен. Население на первом месте. Изенгард. Мы вырвались. Вырвались в общие зачеты. Итак, построили мастерскую кольчужника. И теперь можем улучшить стрельбище. Казармы. Мастерская Болист появилась. Мастерская Броника. Вот что надо было двигать. Арбаличики Урук Хай. Лучники Урук Хай. Копейщики, охотники, рубаки. Пехота Урук Хай. Пекинеры Урук Хай. Наконец-то. Насколько это чудо будет стоить? 5696. Ого, срезают. В строительстве, видимо, стоило 6000. Неплохо. Срезаем время строительства 7 ходов. Конечно же. Стоп. Переобучение. Жердяя какого-то переобучим. Нет. Так вот я бы даже. Жердяев переобучить. Переобучать будем позже. Телесых жердяев. Идем на ту сторону. Проверяем. Можем ли мы еще кого-то. Рубак можем. Нанять. И башенки бы тут поставить. Вот этих. Этих можно отправлять с нага. Да тоже надо в гарнизон аргон доставить. На другой, я думаю, они негодны будут. Дерват и Изенгард. Теперь еще и Дол Амрад появился в этом списке. Когда-то будем и в нем строить войска. Немногих мы потеряли, несмотря на мои ожидания. Поставим здесь башенку. Дабы видеть. Всякое, что может быть. Копейщики. Эх, снага. Ладно. Через переправу. Введем. И охотников туда же. Тут башенка стоит. За врагом следим. Можно вернуть. Увеличить доход на 200 золотых. Мы это сделаем, потому что 200 золотых нам не помешают в казне. Вот тоже здесь охотников, если что, за головами сможем нанять. Может отправить, пока не поздно, защиту в форт светлой дополнительную. К примеру, два отряда застрельщиков снага. Дабы предупредить атаку эльфов. Заменить, кстати, лучников здесь не мешало бы. Только на кого. Пока нанимаем всех. Перебирать некем. Тут угрозы никакой нет. Застрельщиков в форт светлый. Значит, перенаправляем. Туда же можно, к примеру, нашего умельца-генеральца тоже отправить. Но эти корабли нам покоя не дадут. 9000 населения. Следующий уровень города 21500. Найм, шпионы, дипломаты. Строительство святыня. Чисто в шутку. Посмотрим, за сколько Гондор готов будет купить. Ну. И выплата. К примеру, за 70 тысяч продам. Крайне невыгодное предложение. А если... Я даже за 50 тысяч готов повторить бой, который только что состоялся. 50 тысяч это очень огромная сумма на самом деле. Не хочет. А если я предложу еще тебе перемирие? Щедрое предложение. Они нас не любят. Ну, 30 тысяч. 30 тысяч это столько, сколько стоит... Стоит... Всян нет, не хотят. Сведения о карте. Выплата. Ну, давайте выплату за 1000. Я могу хоть это предложение сделать. Невыгодное предложение. Ну. За 300 единиц. Сдаю свои позиции. Неуверенный отказ. Не хотите разговаривать? В общем-то, Гондор гордый. Разговаривать с нами об этом никак не хотят. 2172. Пусть наш побудет. Слушайте, это хороший доход в казну. Торговля 6000 нам приносит. Налоги 9000. Оставим, значит, до Ламрад. Не будем продавать. Святыню построим в нем. Шпиона тоже построим. Кстати, что за жук тут сидит? Плюс один к здоровью, плюс один сельское хозяйство. То же самое. Плюс один общественное счастье. Вот, на, держи тебя. Плюс один к порядку авторитету. Тоже держи. Что еще есть такое? К авторитету. Один к здоровью. Нет. К здоровью тоже нет. Тут исключительно командирские задатки. 10% обесценивает затраты на покупку и обучение войск. Премия 10% от грабежа. Покупка и обучение войск в долг Амрате со временем. Со временем. Что здесь можно порушить? Нет. Бильдю воров рушить не буду. Так. А что же я буду грабить нашим лурцем там? Тарнаст что ли разграбить? Или на этом остановиться? Пусть работает харат. Хотя Тарнаст сможет как щит прикрыть собой долг Амрат. И все угрозы тогда отсюда, если тут держать большой гарнизон, то сможем и Этрин защитить, и долг Амрат защитить. Так что, наверное, пойдем на Тарнаст. Оставляем одного главу. И, наверное, отряд копейщиков. Посмотрим, как они справятся. Хорошо справляются с общественным порядком. А если и налоги снизим? В общем-то, действуем здесь так полюбовно, как будто это и не Урук Хай вообще. Нужна ли здесь башенка? Башенка. Больше, наверное, она бы тут понадобилась. Поэтому отправим Музгаша выставлять дозоры по всей этой территории, чтобы не было десанта морского. Идем. Тарнаст объединяем войска. Да, Гондор таки прижали. Харад прижал здоровски. Не дает им сделать ни шагу. А мы себя обезопасили от всяких там дол Амратцев, которые будут идти против нас. Но с Харадом вроде как разобрались, со стэками Харада. Так что, возможно, мой триумф кратковременен, и меня еще ждут сюрпризы. Так. Дежурит, значит, один здесь. Один дежурит здесь. По-любому нанимаем шпиона. Потому что этим ребятам вернутся два хода, чтобы вернуться к Тарнасту. Армии передвинули все. Да. Тоже передвинули. Шпиончики, шпиончики. А как же мне переправиться-то на ту сторону? Никак. Печальненько. Да что ж вы никак. Ни тут, ни там не пройти. Беда. Проблема. Ого. Повторять путь гримы. Не особо хочу. Да, тут Дейл жмут. И, кстати, как там наша северная армия. Девять тысяч в казне. На что хочу на ту трачу. А вот на что... Постройки, постройки, постройки. Свинарник построить, что ли. Давайте. Тьму почти. Охотники за головами. Тут у нас тьма Мелькора растет. И, в принципе... И снага лучников хотелось бы. Ладно. Давайте казармы дозорных назначим строить. И будем уже нашу армию отучать от снага. Больше переводить их... Под предводительство охотников. Деревянные стены. Порты нам нужны для того, чтобы максить доходы. И тут деревянные стены. Может пожертвуем? Нет, таки не удастся. Хорошо. Тогда лучше в Тиритандуине построить казармы. Такая удача у нас с деньгами идет. Что ж. Следующий у нас будет осада Аргонда. Кроме выдающихся познаний о кольцах власти, Саруман был искусен в инженерном деле. Также он обладал волшебным голосом, способным убедить кого угодно. Поэтому мало кто мог противостоять его речам. Лишь обладающие большой силой воли могли устоять перед голосом Сарумана. Известно, что Саруман носил некое кольцо, которое сам выковал. Гендальф называл его создателем кольца. Саруман прибыл в Средиземье около 1000 года Третьей Эпохи и долгое время странствовал на Востоке. В 2759 году Третьей Эпохи он занял Изенгард с разрешения гондорского наместника Берина. В Изенгарде находился палантир Ордханка, с помощью которого, как оказалось позже, Саруман притворял в жизнь свой план. С помощью палантира он хотел выведать планы Саурона и собственноручно освободить Средиземье от сил зла. Но Саруман не предполагал, что в то время, пока он смотрел на Саурона, Саурон сам смотрел на него. Так незаметно для самого себя, Саруман был порабощен Сауроном с помощью палантира, находящегося в Барадуре. Саурон до последнего думал, что поступает по своей воле и не понимал, что он лишь пешка в игре с Сауроном. Ну, а дальнейшие его похождения вы увидите, точнее о дальнейших его похождениях вы узнаете в следующей серии. И видимо на следующую серию я оставлю осаду Аргонда. Тут мы будем сражаться к тому же с немалой армией, Ириадорцев. Вернемся, посмотрим, как там дела обстоят у орков Мглистых гор. Тут мы знаем, Сидонное есть поселение. Орки отгоняют Ириадорцев. И мы вовремя вклинились в эту бойню. Помогаем, поможем им захватить Ириадор. И будут уже вместе с нами оказывать давление на более могучих и сильных высших эльфов. И пока мы будем порабощать север, Мордор будет порабощать восток и Гондор вместе с Харадом, мы будем набираться сил, чтобы потом бросить вызов тому, кто использовал Сарумана столь долгое время в своих целях, а именно самому Саурон. Удачи вам, друзья! И не забывайте приходить снова и снова, так как новые серии не за горами. Ирак не вынужден будет свистеть для того, чтобы они появились. Субтитры создавал DimaTorzok